Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире программа Акценты. Я ее ведущая Екатерина Токамбаева. В Кыргызстане сегодня День молодежи. Традиционно в этот день проходят молодежные республиканские региональные конференции, съезды, фестивали, конкурсы, спортивные состязания, концерты молодых талантов. Сегодняшняя молодежь это люди с активной гражданской позиции. Им есть что сказать и что предложить власти. И такая возможность есть. Народный Курултай. Его делегаты отбирались с учетом национального, гендерного и возрастного баланса. Итак, тема сегодняшнего эфира «Молодежь на Курултае». У нас в студии самый молодой делегат народного Курултая Аделет Ибраев. Здравствуйте! Здравствуйте! Добро пожаловать в нашу студию. Аделет Джолдошевич, вы возглавляете к тому же еще молодежное движение. Поэтому мы вас и позвали на такой эфир, когда будем обсуждать тему участия молодежи в Курултае. Вот на ваш взгляд, какие вопросы может поднять на этом народном собрании молодежь, представительство молодежи? Ну, вопросы именно по молодежи. Я бы хотел на данный момент, прям конкретно оформить вопрос на Курултае нету, поскольку с молодежью мы еще соберемся, определим именно какие вопросы. Но если касаемо молодежи, то роль молодежи именно в жизнедеятельности местных сообществ. Мы отбирались от местного сообщества. Я являюсь председателем общественного объединения Кукджар-Имтымары. Оно находится в жилом массиве Кукджар. То есть это активисты, это молодежь жилого массива Кукджар. Ну, кроме проблем молодежи, мы бы, конечно, вынесли бы на обсуждение вопросы именно касаемо города Бишкек, Октябрьского района. А если касаемо самой молодежи, то развитие молодежи, культурной, политической деятельности, спортивных мероприятий, то есть в общем, в целом, жизнедеятельности Кыргызстана. На сегодняшний день я был участником именно Курултая местного сообщества города Бишкек, Октябрьского района. И видел своими глазами, что очень мало молодежи на этих собраниях участвует. Очень мало было молодежи делегировано от своего района, получается. И хотелось бы в будущем, в общем, в целом, и на собраниях общих, я говорил, чтобы молодежь больше участвовала, больше участвовала и больше, как бы, изъявляла желание. Потому что я считаю, что молодежь у нас очень активная, очень сплоченная и собранная. И в руках молодежи есть много инициатив в будущем, которые они могут предложить народу Кыргызстана, в целом Кыргызской республике и государственным органам. Вот вы сейчас отметили, что мало было желающих со стороны молодежи принять участие в Курултая. Вот на ваш взгляд, это почему? Наша молодежь, она не совсем понимает, что это такое, что это за институт, зачем он? Или это все-таки связано с тем, что на выборы у нас тоже, у нас как-то не политическая, не политичная молодежь? Ну, я бы не сказал бы, что наша молодежь не политична, но именно касаемо города Бишкек, именно избрание делегатов, я хотел бы отмечить. Возможно, в регионах много молодежи придет. На сегодняшний день мне неизвестно, вот сколько из регионов молодежи на Курултая будет присутствовать в качестве делегатов. Но если говорить за город Бишкек, за столицу, то именно по Октябрьскому району было очень мало молодежи. И само, когда город Бишкек собирал Курултай, тоже мало было молодежи. Почему молодежь не участвует? Молодежь, я считаю, у нас были пандемии, боткенские события. Молодежь очень активно участвует в этих мероприятиях, оказывает помощь. Но, однако, именно участие в местном сообществе, получается, в собрании местных сообществ, участвуют наши аксакалы, получается, бабушки, дедушки, так скажем, люди старшего возраста, а именно молодежи очень мало. Почему так на сегодняшний день, мне неизвестно, честно говоря. Ну вот, даже наша организация, именно Курчарын-Тамары, она образовалась более трех лет, мы официально существуем. Мы выросли в этом жилом массиве, росли, сходили в школу, и мы, получается, собрались просто и сказали, что для будущего процветания именно нашего жилого массива нам необходимо собраться, объединить силы, действовать вместе, сообща. Поэтому это была наша инициатива. Если в целом, дай бог, в будущем также другие жилые массивы, другие микрорайоны, молодежь объединится, я буду только за. То есть в ваших кругах есть понимание, что такое Курл-Тай и что он нужен. Ну вот, стоит ли все-таки больше рассказывать молодому поколению о необходимости этого института, о том, что их голос там тоже важен? Действительно, стоит больше рассказывать о Курл-Тае. Я вам больше скажу, даже и молодежь, даже и больше старшее поколение, наверное, им тоже неизвестно, что же, как будет на Курл-Тае. Поскольку это первый официальный Курл-Тай, закрепленный именно, конечно, Конституцией Кыргызской Республики, Конституционным Законом, по профессии я сам тоже юрист, поэтому, в большей части, понимаю, что такое Курл-Тае, какие положения, что дано Курл-Таю. Если в информационном поле будет больше сообщений о Курл-Тае, что это делегаты именно от народа, я думаю, на следующий Курл-Тае, на следующие избрания делегатов, все-таки больше молодежи будет участвовать, и все-таки будут они очень активны. Это к тому, что, например, меня избирали делегатом именно жилого массива Кукджары. Я прошел, получается, жилого массива, дальше избрали Октябрьский район, с Октябрьского района в город, с городу уже на народный Курл-Тае. То есть все происходило поэтапно, все этапы я прошел. Вот вы в начале беседы нашей отметили, что наша молодежь, она действительно активно участвует в таких, когда происходит что-то серьезное и печальное в нашей стране, боткинские события, коронавирусная пандемия. Даже многие эксперты называют, что нынешнее поколение – это поколение волонтеров. Они сами решают проблемы, сами выходят на помощь стране. И здесь появляется другая возможность. Они знают и сталкиваются с проблемами на местах лицом к лицу, то есть они знают их очень хорошо. Вот это вот тоже наверняка важно для участия в Курл-Тае. Будет что сказать, да, что озвучить молодому поколению? Конечно. Вот вы правильно затронули тему волонтерства, да? Вот когда были такие события, печальные для нашего народа, волонтеры несли основную роль совместно, получается, работая государственными службами, муниципальными службами. И у нас, получается, у волонтеров нету и вообще с государством определенного механизма именно содействия в случае возникновения таких проблем. Очень много разногласий иногда происходит. Поэтому сейчас вот закон о волонтерстве будет принят, получается. И вот закон о молодежи, волонтерстве в целом, как государство должно взаимодействовать с нашей молодежью, с волонтерами? Я считаю, вот вы спросили, какой вопрос нужно задать? Я думаю, этот вопрос определенно о волонтерстве, о нашей молодежи, об их инициативах. И как государство это должно этому содействовать? Какие механизмы? Видите, там задаются вопросы, но вместе с вопросами нужно говорить механизмы именно. Как правильно разработать эти механизмы? То есть мы можем задать вопрос, почему это не происходит, почему так не. Но и разрешение этих проблем мы, как со стороны молодежи, тоже государство озвучивает. На наше видение, на наш взгляд, все-таки, как должна разрешаться проблема, получается, в целом. По каждой проблеме, получается. Важно не только задать вопрос, но и озвучить конкретные предложения. И вот именно поэтому на заседании оргкомитета госсекретарь заявлял, что необходимо организовать взаимосвязь между народом и властью, предпринимать дальнейшие шаги с учетом вот этих ключевых предложений, которые будут озвучены для того, чтобы развивать страну вместе. И что еще, на ваш взгляд, какие предложения еще может озвучить молодежь? Может быть, что-то в сфере образования. Многие сейчас говорят, что здравоохранение мы вопросы поднимаем, а вот почему-то поднятие стипендий как-то не обращают на это внимание, не всегда. Ну, мы, да, можем в область здравоохранения поднять вопросы, но это все, у нас все связано с экономикой страны, да? Насколько сейчас экономически у нас есть подъем или спад, или на каком состоянии мы находимся, да? Я считаю, что есть определенные большие проблемы, которые можно задать, озвучить. Есть незначительные проблемы, которые тоже нужно, необходимо задавать. И, получается, разрешение этих проблем, как бы, все-таки можно разрешить их быстрее, чем все-таки большие проблемы. Образование, получается, здравоохранение, тот же, получается, в области именно правоохранительных органов, получается. Ну, у нас же есть, получается, именно несовершеннолетние лица с ограниченными возможностями, их права, получается. Очень много вопросов, действительно, которые хотелось бы задать. Ну, и основное я бы хотел бы тоже, вот, экология в нашей стране, в городе Бишкек, это тоже основной вопрос. Актуально. Актуально, да, на сегодняшний день. И разрешение, вот, именно, проблемы в области экологии, считаю, на первом месте стоит. Это также вывоз мусора, также смог, который стоит в городе Бишкек, это, считаю, одни основных вопросов. И пути разрешения, вот, именно, вопросов с экологией. То есть, вы сами намерены говорить об этом, об экологии? Нет, об экологии. Вопросы, вот, перед Крултайм, 25 ноября он состоится. Вопросы перед Крултайм, я говорю, я председатель общественного объединения, но вопросы мы в обществе собираемся и озвучиваем вопросы. И какой вопрос будет задан, мы решаем сообща, среди молодежи. Я не могу, там, сказать, этот вопрос зададим или тот же вопрос. Но мы озвучим несколько вопросов перед, вот, именно, своими жителями. Там не только молодежь, жители жилого массива Кокджары. И, кроме этого, всего целого Октябрьского района, получается, все делегаты от Октябрьского района. Поэтому, сообща, мы все-таки придем к несколько актуальным вопросам. И, я считаю, в том числе, там будет вопрос про молодежь, именно развитие молодежи. Есть ли у вас надежда, что участие молодежи в Крултай откроет ему, ей, молодежи, двери в большую, так скажем, взрослую политику? Ну, когда я избирался делегатом, мне сказали, я говорю, я больше всячески общественник, ну, как участвую в общественной жизнедеятельности, да. Мне сказали, там политические вопросы. Я бы хотел, действительно, ну, здесь политика с общественной жизнедеятельностью, она взаимосвязана, да. Но откроет ли путь политику молодежи Крултай, я думаю, я не знаю. Но я знаю, что это путь к тому, что молодежь может задать свои вопросы и участвовать в этом Крултай непосредственно. А дальнейшее, как это первый Крултай, и мне, никому, кто из делегатов является, мне пока неизвестно, что будет, как действовать этот Крултай в целом. Ну, почему я задала такой вопрос? Потому что сейчас есть мнение экспертов, что молодежь, она наша, действительно, она очень инициативная, она очень активная, но почему-то она мало представлена в политике. Возможно, вот мнение есть экспертов такое, что это потому, что они еще не осознают, что их участие возможно и очень важно для страны именно в политике. Вот Крултай, может быть, он станет тем, той площадкой, которая покажет, что это действительно важно, их ждут, они нужны государству, молодое поколение. Я считаю, что молодежь не только в политике, молодежь в любой сфере, в государственной структуре, в бизнесе, в предпринимательстве, в общей любой структуре молодежь на сегодняшний день необходима. Потому что молодежь активна, она инициативна. В политике же, я считаю, что у нас есть молодежные партии, которые участвовали в выборах, насколько мне известно. У них определенное свое видение развития, получается, Кыргызской республики. Поэтому на сегодняшний день городской, конечно, участвовали, жоркинеж, политическая партия, именно молодежь, составляющая большая часть молодежи, участвовала. Поэтому на сегодняшний день в политике тоже активна молодежь. Стоит ли нам ожидать от молодых делегатов альтернативного мнения на Курултай? Вот все-таки у нас в силу возраста принято старших уважать. Не помешает ли это высказать какую-то конструктивную критику, допустим, на Курултай? Вот в этом и есть различие молодежи. Молодежь, она демократична. Она не боится высказывать, она не боится говорить, она не боится делать. Я так считаю, это мое личное мнение. Поэтому, я думаю, стоит ожидать, потому что молодежь, она у нас в Кыргызской республике, она очень демократична, она очень любит свободу, она очень любит право. Право граждан. Ну и теперь давайте о том, почему лично вы решили пойти на Курултай? Я, как ранее озвучил, я являюсь председателем общественного объединения. У нас цель общественного объединения, это чтобы тем жителям, которые у нас живут, получают жилом массиве Кукджара, чтобы мы разрешали общие наши проблемы. То есть это связано с строительством школ, поликлиник, дорог, какой-то инфраструктуры, включая мусор, свет. То есть мы, жители определенного жилого массива, объединились в разрешении общих наших проблем. И в разрешении этих общих проблем, получается, Кукджарин-Тамагы активно, то есть мы пишем различного рода обращения в государства, муниципальные органы. Мы проводим культурные, спортивные мероприятия, то есть не только привлекая жителей жилого массива, но и соседних жилых массивов районов в Октябрьском районе. Поэтому, являясь председателем этого общественного объединения, ребята как бы сказали, что необходимо Курлтай участвовать. То есть наш голос тоже должен быть услышан. Голос молодежи, голос именно жителей жилых массивов, проблематика жилых массивов. Поэтому я не думал вначале о народном Курлтай. Нужно было делегироваться все-таки местное Курлтай, местное сообщество. И потихоньку, постепенно был делегирован, получается, на народный Курлтай. Но делегат является представителем народа. Я сегодняшний представителем тех людей, которые меня делегировали. А вот подробнее можете рассказать? Вы сказали, ребята решили, что вы должны участвовать на Курлтай. Дальше что было? Вы куда-то обратились, дали заявку. Как вы стали кандидатом, а потом и делегатом? Ну, имеется законодательское положение об избрании делегатов. Получается, было собрание именно по жилому массиву Кукджар. На жилой массив Кукджар было предоставлено квота 14 делегатов. Было собрание среди местных жителей. И местные, кто участвовал на собрании, все выдвигали свои кандидатуры. Я в том числе выдвинул свою кандидатуру и прошел, получается, делегат именно от жилого массива Кукджар. Это я прошел как делегат именно в Октябрьский район. Там зависит все от численности населения, сколько делегатов. Ну, все это положение указано именно. А вот что вы можете рассказать о том, как уже на местных Курлтаев из кандидатов люди превращались в делегатов? Как происходил вот этот отбор делегатов? То, что у нас в Бишкеке филармония 5 ноября проходила. А сейчас бытует такое мнение, что дежурные аксакалы опять прошли. Почему-то много все-таки людей, которые против Курлтаева распространяют вот такие вот слухи. Ну, насчет того, что дежурные или не дежурные аксакалы, я не могу сказать. Но насчет того, что аксакалы прошли, это в действительности да. Прошли делегаты именно, которые работают в суде аксакалов и в целом аксакалами являются. Сам Курлтай, он говорит, ранее было, что это собрание как бы аксакалов. Да, исторически так сложилось. Исторически, да, так сложилось. Но по законодательству, именно по Конституции, там сейчас на сегодняшний день ограничений возрастных нет. То есть делегатом может быть участник среди молодежи, и среди старшего, и младшего поколения. На общем собрании, которое было в городе Бишкек, это общее собрание делегатов, получается. Как бы я делегат именно Октябрьского района. То есть там же Курлтай не только народный Курлтай, есть Курлтай местного сообщества. И по всем четырем районам, получается, были собрания проведены по Октябрьскому, по Ленинскому району. Общее собрание делегатов. И на этих собраниях выбирались делегаты на народный Курлтай. Свердловский район, Ленинский район, получается, Первомайский район дали свои списки. Но я бы сказал, что Октябрьский район более демократичен был на собрании. То есть было два списка среди делегатов, которых собирались пойти на народный Курлтай. И оно ставилось на общее голосование, получается. То есть единственный это Октябрьский район, который предоставил два списка делегатов. И один из списков, получается, делегатов прошел. Поэтому, я думаю, в целом демократично все прошло. То есть никаких нарушений вы не заметили? Нет, потому что голосовали сами делегаты. В начале, когда планировали только организовать Курлтай, отмечалось, что важно соблюсти национальный, гендерный, возрастной баланс. Вы видели, как отбирали делегатов по Бишкеку. Вы заметили вот этот баланс? Насчет возрастного я скажу. Возрастной я как бы самый молодой делегат именно по городу Бишкек. По гендерности, считаю, тоже было в этом плане все соблюдено. Но хотелось бы вместе с этим отметить, что в самом законе, в конституционном законе о Курлтайе, там указано, сколько делегатов от города Бишкек, от города США, получается, с районов, ну и зарубежья, получается. Но там, на мой взгляд, как я юрист говорю, не были делегированы именно данные квоты лицам с ограниченной возможностью здоровья. Вот это, я считаю, неправильно было. Вот в отношении них, я считаю, что квота была чуть не соблюдена. Потому что они шли общими делегатами, а им необходимо было давать отдельную квоту. Вот в этой части как-то. Ну, Курлтай проходит такой у нас первый раз, поэтому наверняка еще все будет исправлено. Я надеюсь, на это, да. У вас какие ожидания от Курлтая? Курлтай — это не только, когда ты выслушаешь послание президента Кыргызской республики, Дорога Джорг, конечно, на кабинетах министров. Он, получается, обладает законодательной инициативой. То есть, поэтому на сегодняшний пока ожидания большие. То, что на законодательном уровне, или же на именно, вот как вы озвучили, какие вопросы будут заданы, да, пути разрешения. То есть, голос народа может дойти до государственной власти, до президента Кыргызской республики. Вот давайте в это, поэтому сейчас еще раз вернемся к тем вопросам, которые предлагалось озвучить на народном Курлтае. Очень много было вопросов, ну, такого местного значения. Где-то нужно мост построить, где-то садиков не хватает. Вот на ваш взгляд, чтобы Курлтай, он был полноценным таким демократичным институтом, который помогает определить путь развития страны, на нем должны решаться вот такие мелкие проблемы, или что-то более глобальное предлагаться, озвучиваться и предлагаться пути решения этих проблем? Я считаю, что более глобальные вопросы должны быть озвучены в первую очередь. Но вместе с этим многие глобальные вопросы, они известны, как бы, я считаю, в действительности, но они должны быть озвучены. Ну, и насчет моста, насчет школ, ну, можно озвучить в целом, что по стране у нас очень мало образовательных учреждений, очень мало дошкольных образовательных учреждений. Даже пандемия показала, что очень мало поликлиник, фабов на местах, на районах, получается. Поэтому эту часть тоже надо озвучивать. Не только глобальные, но потому что, видите, делегаты же не только с городов, но и с районов, со всех областей. И у всех областей у них свои вопросы, свои задачи определенные имеются. Ну, и завершающий вопрос. У вас теперь есть, вы делегат, у вас есть мандат. Что он вам дает? Ну, он мне дает участвовать на народном Крултае. Далее, у Крултае будет свой секретариат, свой президиум, будет счетная комиссия, ревизионная комиссия. То есть, там определенный структурный орган будет. Пока что я буду участвовать 25 ноября на народном Крултае. Далее, на этом народном Крултае будет избираться президиум и остальные, получается, структурные органы Крултая. Далее посмотрим, что будет. Крултай сам покажет. Потому что, в действительности, это первый Крултай официальный, именно закрепленный на законодательном уровне. Посмотрим, что дальше покажет. Действительно, оправдает ли ожидания народа. Потому что делегаты там все от народа Крыльской Республики. Спасибо большое за то, что вы пришли, уделили нам свое время. Народное собрание пройдет в Бишкеке 25 ноября. Участвовать будет, предположительно, более тысячи делегатов со всей страны. И главная идея и задача народного Крултая – это выстроить взаимосвязь между народом и властью, чтобы вместе развивать страну. Это была программа «Акцент» на телеканале «Пирамида». С вами на все времена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова